Мы снимали, как они ловят это. Известный натуралист и легендарный телеведущий рассказывает о первой встрече с снежным барсом. В карьере Николая Дроздова их было немало. И вот он на месте будущего центра по разведению диких животных. Встретил его представитель кошачьих. Барс будет не только на Гербе, но и в лесах республики. Хотя они непривычные для хищника места обитания, признается натуралист. Снежный барс, конечно, живет в горных условиях. На скалах, там и леса практически нет, а здесь лесной участок. Конечно, условия несколько иные, но может быть в этих условиях даже легче будет выращивать малышей. То есть не заставлять их испытывать экстремальные условия. Первые снежные барсы в Лаишевском лесу появятся уже в будущем году. Вольеры для этих животных будут стоять ровно на этом месте. И по словам специалистов, здесь создадут привычные для этих животных условия. Именно поэтому вот этот вот лесной пригорок совсем скоро сменит скалистая гора. Для снежных барсов выбрали Волжско-Камский заповедник в Лаишевском районе. Он вдалеке от шумных дорог и назойливых людей. Именно здесь, вот на этом участке, с этим рельефом, с этими условиями, центр по разведению барсов создан быть может. Проект будущего центра в разработке. Открыть планируют в 2018 году. Предварительная стоимость почти 300 миллионов рублей. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова